Сейчас мы с удовольствием говорим о нашей будущей победе и думаем, размышляем, когда это произойдет. Мы пытаемся называть какие-то сроки, хотя бы примерно. И тем не менее, я уже наблюдаю какое-то оживление в украинском медиапространстве, какое-то оживление будущей политической борьбы. Уже развернуты неофициальные предвыборные штобы у них. Да, что меня поражает до глубины души. Но, видимо, людям уже виднее, чтобы выиграть выборы важнее для них, чем выиграть выборы. Но я понимаю, что, наверное, на второй день после Дня Победы начнется ожесточенная политическая борьба. Она уже идет во всю. Вся логика медийных гран-нарративов, которые проводят те иные политические силы, это целиком логика предвыборной борьбы. Посмотрите на то, что вокруг моего имени творится. Это же чистая попытка сепарироваться от конкурента и снизить его значимость. Один в один. По всем технологиям. Я хочу вас спросить. Я сейчас вам задам тоже вопросы очень откровенные. Надеюсь, на откровенные ответы. Конечно. Кому вы мешаете, скажите? Почему так ожесточенно на вас набросились? В моем понимании, я об этом говорю везде. В моем понимании человек в данном случае бы допустил ошибку. От этой ошибки не застрахован никто. Любой может ошибиться. Такое впечатление. Если бы я год эфиров провел без единой штуки, я бы, наверное, был бы... Конечно. Если бы ты Михаила, были приравниваны. Просто ждали, когда он уже споткнется, чтобы налететь на него и с ноги добить его. Добить. Что такое? Почему ожесточенность? Ну что, добили, нет? Почему такая ожесточенность? Ну, потому что я мешаю очень сильно. Кому и чем, скажите? В политических перспективах. Конкуренция прямая. Политическая. Это делит электоральное поле очень четко. Я, понимаете, они же все пытаются смешно меня привязать. К тому же четко мое имя идет в привязке к бывшему электорату ОПЗЖ. Мол, Арестович, это новое издание ОПЗЖ и так далее. А тогда вопрос. Если это новое издание ОПЗЖ, почему вы так дергаетесь? Также дергаться могут только в одном случае. Когда замеры показывают, что я на их поле. И надо убирать конкуренты. Я знаю реальную социологию. Я знаю, как переносится запятая. Поделитесь. Давайте не будем, потому что это будет само по себе политическое заявление. А сейчас мы до войны должны сконцентрироваться на победе войны. Но я знаю, как переносятся запятые. По просьбе разных лиц там, да? Рисуются цифры там. Одна цифра, потом запятая, еще другая цифра. Реально запятая за второй цифрой. И так далее. И они все дергаются, потому что я на их поле. Потому что их запросы, замеры, их технологии говорят. Так вот же прямой конкурент. Нужно мочить, отсепарироваться, абсорбироваться, перетягивать дядя на инвектора. Обвинять во всех смертных грехах и так далее. Вот и все. Какое нахрен ОПЗЖ? Если бы было только ОПЗЖ, меня бы атаковало ОПЗЖ. Вы же поймите. Вот смотрите, это же очень простая логическая мысль. Если ты конкурент ОПЗЖ, то тебя будет атаковать ОПЗЖ. А то ОПЗЖ меня не трогает вообще. Вас атакуют Россия и вас атакуют свои сегодня, правильно? Да, свои, конечно. Вата и вышивата. Две категории граждан. Поэтому, как бы, да, политических идей. Поэтому, ну, просто надо делать выводы. Атакуют те, кто боится. Хорошо. Насколько верны слухи, что как только закончится война, Украина три месяца проживет какой-то переходный период, и потом будут объявлены новые президентские и парламентские выборы через шесть месяцев после трех месяцев? Так у нас же по планам. Осенью должны быть парламентские, а весной президентские. Уже следующий год остался до президентских. Да, да. То есть, все по плану? Да. Ну, если мы, ну, по логике, если мы побеждаем, например, летом, то дальше все по плану. Не надо ничего не досрочно, не сверхсрочно объявлять. Оно должно быть, плавно все произойти. 31 октября, по-моему, парламентские, да, и президентские. 31 марта следующего года. Исходя из реалий сегодняшнего дня, скажите, пожалуйста, какой круг кандидатов в президенты Украины, реальных кандидатов вы видите сегодня? Ну, давайте перечислим. Реально, кто будет поддаваться, не знаю, ну, по-зеленски, скорее всего. Раз. Почему вы сказали, скорее всего, вы думаете, что он может поддаваться? Мы же с вами обсуждали, я же сказал, гуляли по кладбищу, что... Что не логично, ну, чисто формально нелогично. Послевоенное восстановление – это очень рискованное в коррупционном отношении история. Если слава победителя Путина, слава политика номер один мира, менять на возможные коррупционные скандалы – это очень нелегкий выбор. Я не скажу, что он его не совершит, но это очень нелегкий выбор. Он будет думать, мне кажется, сколько я понимаю этого человека. Зеленский, ну, хотите, прямо, чтобы перечислили, да? Да, да. Ну, Порошенко будет поддаваться, возможно, будет поддаваться Тимошенко. Будет поддаваться, я знаю, да, может, Притула будет поддаваться. Скорее всего, кто еще? Да и все. Арестович? Арестович не будет, я давал слово Зеленскому не подразделу. То есть, если Зеленский пойдет на выборы, вы на выборы не идете? Не пойду. Если Зеленский не идет, вы идете? Иду. Если Зеленский не идет, а вы идете, Зеленский вас будет официально поддерживать? Не знаю. Вы не назвали никого из военных. Есть люди из военных, которые могут пойти в президенты? Это очень опасно сейчас называть военных, потому мы все понимаем, что вы имеете вложенного. Крутится у всех на устах. Но надо понимать, Валерий Федорович, он военный до мозга костей. Он не политик, а чурается политикой. Его очень многие пытаются сделать политиком. Вытянут аполитические заявления, заставят сделать политической борьбы, потому что им выгодно судить главнокомандующий, верховный главнокомандующий. И одно это должно быть по достоинству оценено. И народом, и если бы мы были государством посильнее, то спецслужбы обоценили это суд и прокуратура. Но это очень подлый прием, направленный одновременно против Залужного, против Зеленского и против нас всех вместе взятых. В истории главнокомандующего и сверху главнокомандующего. Они пытаются здесь и сил создать эту историю. Но насколько я понимаю, Залужного, я его знаю, очень много лет. Мне было. Когда мы познакомились, ему было 19, а у меня 18. Поэтому, как бы, да, сейчас он за сороковник, по 50 будет. Так вот, он не хочет быть политиком. А даже если бы он очень хотел быть политиком, то я бы все равно его не назвал. Нельзя перебить на главнокомандующего воюющей страны, потому что у него одна задача будет раздайнуть. Сейчас, как у нас все, кстати. У всех. Вы не назвали Виталия Кличко? А, Виталия Кличко, кстати, может пойти, да. Я тоже как-то просто... Я ждал вопрос на Залужном, думал, как отвечать на него. И, да, пропустил. Виталия Кличко может пойти, да, помню. Ну что ж, интересная палитра уже, да? Да, интересно, да. И еще кто-то наверняка добавится. Может быть, но реально конкурентов, мы же понимаем, очень мало. Так, чтобы до второго туда догрести. Скажите, кто из людей, кого вы назвали, при условии, что Зеленский пойдет на выборы, может попасть с ним во второй тур? Из тех, кого я назвал? Я не вижу, честно говоря, перспектив ни у кого. Попасть во второй тур даже? Ни у кого, да. Мне кажется, что Зеленский нет все шансы выиграть в первом туре. Или выиграет, или попадет, но с таким отрывом, что это не серьезно будет считаться. Если Зеленский не пойдет, кто может попасть во второй тур? Тогда будет очень интересно. Я думаю, ваш покорный слуха точно там будет. Кто будет рядом, кто будет напротив, посмотрим. Слишком сложно. Тогда слишком. Понимаете, Зеленский, объявляющий, что он не идет на второй тур, вернее, не идет на второй срок, это радикальная, мгновенная смена политического ландшафта. Мгновенная. Все сегодняшние рассуждения не имеют никакого серьезного основания, потому что тогда переменится все, и сложатся новые коалиции, союзы, интересы сего такие, что сейчас трудно предсказать. Но вы поймите, что такое президент. Это я к людям обращаюсь. Есть же большущая проблема, так называемой стопроцентной узнаваемости, крайне необходимая для того, чтобы быть президентом. А это очень специфическая штука. Были во всех странах мира эксперименты политехнологические, когда в людей вкладывали десятки миллионов долларов, давали эфирное время, выкупали и все остальное, и все равно не могли обеспечить стопроцентную узнаваемость. Потому что очень специфическая штука, политтехнологии не могут этого делать, это должно быть сложение обстоятельств, специфическое. А кто у нас в стране, сколько человек обладает, сто процентов, ну, человек шестер. Человек шестер. Я из-за, я один из-за. Ну, вот, хотя бы исходя из этого. Кроме того, тут же вопрос, в чем? Очень многие у нас политики, они понимают политику крайне примитивную. Я сяду на трон и буду там царствовать, да, еще немножко шить по вечерам и стричь купоны. Они не понимают, что политика изначально, по сути, другая, и сейчас она уже после войны страны никогда будет. Когда она будет восстанавливать ее из руин, она будет совершенно иной. И первое качество политика – это уметь договориться с группами, с общественными группами и с группами, скажем так, элит разных, от региональных до национального масштаба и за рубежом. Ну, вы знаете, я мало вижу политиков, способных убить договориться. А вот я убью договориться. Спасибо. Поэтому мы посмотрим, что будет, но думаю, что будет весело. Но это при условии, что президент не идет. Очень много, очень болезненно отреагировали на наше первое интервью, когда я сказал, что будет президент. Я представляю. Крайне болезненно отреагировали. Но люди же не понимают элементарные вещи. Там же было все очень четко сказано. Только при условии, что Зеленский не идет. А если идет, нечего бояться абсолютно. Я иронию ставлю с тем людям, которые не способны услышать точность содержания месседжей. Было же сказано предельно четко. А представляете, Зеленский говорит, я не иду. Я обещал в один срок, и я на один срок сходил. Это же мгновенная перемена всего. Во внешней политике, во внутренней. Это совсем другие расклады. Вообще абсолютно все другое. Вся логика, которая была сейчас, на тот момент, когда я давал интервью, которая существует сейчас, моментально не то, что меняется, а отменяется. И это я буду действовать в совершенно другой ситуации, в совершенно другой логике и так далее. Но вот очень многие сказали. Вы не назвали, кстати, еще одну фамилию, если Зеленский не идет на выборы. Ермак? Андрей Борисович, конечно, человек, чрезвычайно трудоспособный. Но выйти из роли серого кардинала, у него же именно такой имидж существует, как ни крути. Публичные политики, да еще первое лицо, это настолько нетривиальная политтехнологическая задача, что я, честно говоря, пытаясь к негусловно подступиться, не дохожу к решению, как это можно сделать. Если Зеленский не пойдет в президенты, а пойдете в президенты вы, и выиграете выборы президентские, вы пригласите Ермака главой своего офиса? Думаю, что нет. Почему? Ну, потому что у нас есть ряд и цельценностных, и стратегических противоречий, и мы по разному ведем на развитие указания. Я буду выбирать тех людей, которые видят так, как вижу его я. Так, а что? Это же очевидно. Стал бы я уходить из офиса дважды. А вы уходили из-за Ермака? Не из-за Ермака, но из-за суммы противоречия, скажем так. Я же, смотрите, ни одна из причин, которые действовали, когда я уходил 17 числа год назад, не прекратил действовать. Они все остались. Просто война вызвала необходимость поработать на родину в этом месте. Но вся эта история, она была временной. Очень интересно. Скажите, вот Министерство обороны сотряс коррупционный скандал. По сути своей, ну, страшно для меня. Я просто в депрессии был, если можно так сказать. Мне не свойственны депрессии, но у меня руки опустились, когда я узнал подробности, которых не знают украинцы. Я имею в виду то, что все знают, это такое дело. Как вы восприняли коррупционный скандал в Министерстве обороны в разгар войны? У меня не было никаких иллюзий, потому что война – это первое место, на котором зарабатывают все и все. Место и время. И то, что в Украине коррупция – это проблема. Не давали ли номер один после войны. Точно после войны номер один, а иногда окажется, что один место войны. Это тоже ни для кого не секрет. Иначе зачем бы американцы так плотно взяли из-за разрушения международной коррупционной республикой? В том числе. Но скандал вокруг Министерства обороны он был очень интересен. Его срежиссировали очень специфическим образом. Россияне нашли ключ. Это не полностью они сделали, но они очень сильно вложились в раскрутку. Если через третьих лиц, через лучших друзей заказать нашим антикоррупционным расследователям и борцам с коррупцией дать какую-то информацию и показать, что бежать надо сюда, а то. то эти люди плотно ассоциированы в общественном уме с американской стороной. И тогда широкому общественному мнению интеллектуальной массовке кажется, что это американская история. Это они так таранят. И так далее. И вот это очень похоже, что случилось с коррупцией и министерством обороны, потому что американцы меньше всего заинтересованы, мне кажется, что с ним это язвник, что история оружейных поставок в значительной степени история уличных контактов с министром обороны на других странах. Но общество, помните, первые два дня в Фейсбуке, в этом соцсетях считалось, что а то американцы дали команду снимать тресник. Все побежали, потому что всех очень хотят выслужиться, очень хотят понравиться, очень хотят быть первым до всех шинками и так далее. Но когда потом мысль остаётся, потому что замену монет в настоящее время, любой другой министр обороны будет ли трижды гений, вести импианией во лбу, он будет восстанавливать систему связи минимум полгода. Да, мы можем себе это позволить в преддверии контрнаступления решающей битвы за взрослым возрастом. Но тогда как-то все притихли и все стали залезниками больше, чем он сам за себя. Всё это произошло в течение четырёх дней. Я думаю, это же насколько мы уязвимы перед крупными операциями, информационно-психологическими, что людей, которые синими значками в Фейсбуке, которые считают себя решителями общественного мнения, дилерами, так легко шатают в течение трёх суток. Вот снимаем, снимаем, да нет, нет, что-то лучше министр ни в коем случае не знал. Абсолютно ждёте устойчивого общества. А вопрос 50 тысяч, там, или 150, какого-то, вы россияне, дали бы накануне Рамштайна, на котором должна была решаться вопрос воздуха для Украины и дальнобойного оружия, что им там дать даже 500 тысяч, на то, чтобы снять министра, который должен на этом штанде 500 тысяч для наших лидеров мнений, которые закинули, это же вы шо, манда небесная. Ну вот, примерно так это всё происходит. Поэтому я скажу так, что Резников один из самых эффективных министров обороны, но есть вещи, с которыми очень трудно справиться даже министр обороны, потому что реальной коррупцией в министерстве обороны занимается публика, сидящая там не то, что со времён Порошенко, со времён Ленинкович и Радж. Это очень, оно на чём построено всё. Это публика, которая получает ничтожно маленькие деньги формально, буквально 4000 рублей. Обладает очень специфическими навыками, знаниями всех этих военных спецификаций, военного законодательства, нюансами, связями и прочее, прочее. Сидит там десятилетиями и держит все никакие пауки в паутине и начальники отдела, начальники департамента и так далее. Снять их, они незаменимы, потому что найти человека, который сможет это, ну, знать все эти, полдве с половиной тысячи спецификаций на память, как они знают, все нормы, руководящие документы, весь документ оборот, порядок, очень трудно. Если ты меняешь его и ставишь вместо него его зам и его начальника отдела, то они кумовья, они уже переженили детей 20 лет назад, там перекрестили и так далее. И сковырнуть это всё очень-очень сложно. Очень-очень сложно. Очень-очень сложно. Должны совокупные усилия, сверхусилия правоохранительной системы Украины и очень сильная политическая воля и так далее. Но они же пользуются чем? Тем, что ну как бы они фактически незаменимы. Это очень узкая специальность. Представим себе, что хирург, который умеет делать операцию и четыре хирурга, которые умеют делать уникальные операции на всю страну. И вот они занимаются откровенным криминалом. Но если их посадить, эти операции перестанут делаться. И всё общество начинает часами-треку. Как же поступить в этой ситуации? А ведь эта публика, она же даже не хирурги, от них больше, на гораздо больше зависит военное время. Вот после войны, честно говоря, во время войны, но после войны, вот там надо будет это грандиозно. Потому что так мы не увидим только. На коррупции в воюющей стране, коррупции на краю. Хотя это очень давняя для человечества история. Трояш тоже была раскопана Шлиманом на то, что он своровал до российского министерства мороза. Это не нашли военного департамента, как он называл. В Крымскую войну. Алексей, скажите, пожалуйста, 55 тысяч 0,09 зрителей с нами сейчас. Скажите, пожалуйста, у вас есть уверенность, что в этом году мы закончим с войной и победим эту орду? Я верю, что будет решающий перелом. Вопрос, что будет после решающего перелома? Все зависит от западной военной помощи. Еще несколько серьезных факторов есть, но все зависит от помощи. Если вдруг помощь уменьшается или иссякает, то это одно насклад. Если она или хотя бы не увеличивается, то это одно. Если она будет постепенно прибавляться и прибавляться, расширяться и расширяться, то тогда, конечно, шанс очень хороший закончить эту войну. Но однозначного ответа, что в этом году все будет закончено и у вас нет. В этом году произойдет решающий перелом. А вот, например, перелом такой, что они еще где-то как-то удерживают, а мы не можем наступить, ну, какие-то там проценты на этот сценарий остаются. Нельзя сказать. Опять же, что такое окончание День Победы в такой войне, где ее не объявляют, Берлин не берут, как бы, да. Ну, это, наверное, когда последний российский солдат уйдет с нашей территории, тогда можно считать Днем Победы. Но гарантируют для этого, что, например, не будет преграничных стычек после этого или обстрела в некоторое время. Большой вопрос. Куда вы поедете первым делом на деоккупированной территории? В Крым. В какое место? Ну, на набережной Ялты, Севастополь. Я просто должен присесть там, выпечу шкукуку с вами, сбежи по велику. Кто там еще собирался? Я предлагаю вам столик на четверых. Я Фейгин, вы подалили. На набережной С удовольствием. С кофе. Вот это будет правильно. С удовольствием. И охрана человек 200 на всякий случай, да? Честно говоря, если мы их оттуда уже выпьем, уже можно будет не охраняться. Да еще такое количество нашей публики там будет, которая туда приедет, что можно быть спокойным. Сегодня ночью, в ночь с 23 на 24, в 4 часа 50 минут утра. Вы будете спать? Я буду спать. У меня очень приятные нервы. Я прекрасно помню звуки разрывов. Я же пришел от Васи Голованова. Я пришел полвторого ночи. И я знал, что в 5 уже будут удары. И у меня было все собрано. Вот так стояло. Жена предупреждена. И она говорит, спать будешь? Я говорю, так смысла нет особо. Ну, я так полудремя лежал, одетый. Я же даже не разделал. Не было смысла. И вот 5 ровненько. 5-0-2. Бу-бу. И пошло. Мне прислали чуть раньше. Первые удары были по Харькову, по Чугуеву. Меня уже прислали оттуда. Видео. А дальше уже Киев. Я жил тогда в месте, которое было достаточно близко к местам ударов. Как бы, да. И я на Малуго смотрю, проснулся и лил. Он такой, миломерным сном. Ну, все, готовься уезжать. А я помчался. Ну, вот. И я как раз помню, как я со всей этой военной сумкой, со всей этой формы там и все. Одевался. И я подошел к вешалке. Звонит вермак. Говорит, давай, ты нужен. Руки. Да, это даже не 7 было. Это, по-моему, как бы не 5.40 или что-то такого. Я сейчас, сейчас оно все путается. Но я помню, что я был на совещании в комнате присутствовал, когда пришли все руководители фракции по просьбе президента. А оно было где-то полвосьмого. Значит, я намного раньше был в офисе. Ну, да, позвонили практически сразу. Это правда, что, кстати, вы вспомнили заседание с участием президента и руководителей фракции. Это правда, что заседание президента спешно вывела охрана? Не помню такого. Когда была угроза того, что русские прорвались в правительственный квартал? Не, не помню такого. Угроза была чуть позже. Была, когда мы проводили брифинг. Президент выступил, Миша Подоляк выступил, я третьим вышел, поговорил с журналистами. И мы сошел с трибуны для неформальной, для уфрекции, как бы, да. И в это время мне на трибуне пришла СМС-кашу высадка десанта в Истомире. А Миша, по-моему, мне сказал, когда я с журналистами общался, он на ухо подошел и сказал, что следующая высадка вроде на правительственном квартал, поэтому журналисты очень быстро эвакуируем, готовимся к бою. Солдаты уже по коридору бежали с оружием до храма. Тогда там мешочки, бронежилеты, пятые и десятые. И да, вот такое было. Но это было позже. Брифинг мы давали часов, наверное, на сколько? Десять? Где-то так. Уже чуть раньше. Я не помню. Надо скрины смотреть. Понимаете, я живу до сих пор в одном длинном дне. У меня сплошное 24 февраля. Вот оно длится, длится. И оно снова вернулось. Когда там что-то точно было? 70 сообщений в минуту. Примерно. Средний темп у меня был тогда. Вот это, конечно, трудно сказать. Ну ладно, о мемуарах вы не думайте, но если представим себе после нашей победы Голливуд решит задумать снять грандиозное кино, Netflix уже снимает документальный. Я там давал большое. Документальный это хорошо. Я имею в виду хороший. Художественный. Художественный голливудский фильм. Вы готовы сыграть в этом фильме, Алексей? Самого себя? Готов, чего нет. Это будет очень смешно. Это будет звездный. Да, да. Это будет звездный. Сейчас это будет очень смешно. Но я готов, если что. Снова выйти на трибуну. Я, Алексей, благодарен вам за интервью, за ваше спокойствие. Многие писали, вы периодически говорили тихо. Многие писали, пусть говорит громче, я плохо слышу. А я думаю, ну что же я буду говорить Алексею, чтобы он говорил громче, если это его манера разговора обычно. Пусть будет... Я могу говорить командирским голосом, но это неправильно. Это производит не то воздействие на слушателей. Конечно. Поэтому давайте, я буду говорить так, как говорите, у вас будет меньше инфарктов, инсульта. Я напоследок. Многие, вы знаете, мне люди говорили, мы даже не вслушивались в то, что он говорит, такой голос хороший, вот-вот-вот. Подумайте об этом. Зачем вам содержание, вам главное стихи. Либо успокаивает, либо не успокаивает. Я напоследок хотел бы попросить вас публично обратиться к Владимиру Путину. Так, а что к ним обращаться? Владимир Владимирович, вы подумайте, я вам как человек верующий Христа вам скажу, подумайте о душе. Ваша посмертная участь будет страшной. Я думаю, что вас ждут самые нижние круги ада. И вы все можете это остановить, потому что великая благодать Бога, она заключается в том, что человек, переменившийся, даже всю жизнь грешивший, может покаяться в один момент и переменить всю свою жизнь и все, что он... Зло, все, которое он наделал. У вас остается этот шанс пока выдержит. Потом будет намного сложнее. Можно успеть одуматься. Вся эта война, все эти бесчисленные смерти вашего народа, в первую очередь, которые здесь умирают под нашими пулями, она же построена на чем? Все несчастья, которые бросили народы России и Украины, и всех других окружающих стран, оно все висит на вашем одному. Одной вашей воле дурацкой. Перемените его, и все станет на смысл. Вот и все. Если вы уйдете, приостановите войну и уйдете с поста, пойдете себе в монастырь или даже в частную жизнь, я думаю, что это будет лучше, что вы можете сделать. А если вы еще публично покаялись, ну, во-первых, вы его продемонстрируете уникальный для всех будущих политиков, например, и тем самым поставить очень высокий забор у всех будущих любителей повоевать, потому что всегда будет прецедент, который скажет, подождите, посмотрите же. Либо, да, это вам очень сильно зачтется, вменится в добро. Либо, да, будете утяжелять свою душу, все тяжелее, тяжелее, пока она не проводится самая бездна ада. А там, поверьте, невесело. Подумайте на то, что.